всем привет любители поработать в польше и заработать в ней сегодня расскажу про плиточный завод опочно который находится в городе опочно хотя и в городе их находится три завода в других частях польши находится еще 7 в украине 1 в москве 3 в общем их много еще может быть где-то но в польше чтобы поехать туда можно принципе поехать через любого оператора трудового попроситься на завод опочно плитка на мой взгляд это один из таких простых вариантов в плане того что физически там работать очень просто бывает так что из 8 часов или 12 сколько будете там работать можно 12 часов и просидеть на стуле бывает и конечно же по-другому но сидеть на стуле пол смены это в порядке вещей никто вам даже слова не скажет если вы конечно же будете вести себя нормально в первый же день по шкалению вы пройдете инструктаж вам расскажу технику безопасности как выключаются как включаются и как остановить линии если вы увидели кого-то что кто-то куда-то влез и это кому-то грозит жизни то вас научат как это все выключать одним движением выдадут вам в первый же день рабочую одежду это ботинки футболку рубашку кофту кстати могут выдать и сразу три комплекта моем случае это было так варианты куда вас могут направить там дальше по заводу заводы большие они наверное как по мне протяженность завода чуть ли не километр то есть можно идти от одного края до другого 10 минут так точно могут поставить вас на пиццы это печки там работа несложная нужно следить там везде следить нужно за плиткой на печках одни из минусов это отмечают что там пыльно хотя в основном там тепло если зимой тут там здорово летом да будет чуть-чуть пожарче ну работа спокойная никто никуда не торопится и не бежит могут поставить вас на поливачки это линии глазуровки или побелки плитки там работа она там самая простая работа потому что там можно просидеть реально на стуле всю смену единственное видео параметры отмечаю журнале какие там параметры этой глазури идут а какие в общем что там добавлено было и какие реагенты или там воды добавить надо ну и все собственно там простая там единственно сыра но если аккуратно работать то можно выйти и сухим из воды если попадете на сортовню там тоже очень просто и легко там в основном всегда работают полячки они вас поднатаскают польскому языку узнаете все сплетни как зовут сына директора кто когда пришел на этот завод работать кто сколько отработал т.д. и т.п. другие варианты там например на регалы там тоже следить за вагончиками как они там ездят отмечать бланки считать их и сдавать в конце смене на следующую смену то есть работа на мой взгляд очень простая и принципе можно рекомендовать ее как на четыре с плюсом или или даже на пятерку выдают вам чай каждую две недели сахар мыло крем для рук выделяется шкафчик отличный дуз горящей водой комната приемной пищи на каждом заводе их по две по три потому что зовут большой в разных углах они расположены там всегда есть микроволновка кофе автомат автомат по продаже всевозможных батончиков роллтона дешираков т.д. т.п. на четвертом заводе это номер такой там даже есть мини ботанический сад с музеем если кто-то будет работать сходите посмотрите музей имеет большую историю отмечается что при царской империи они поставляли эту плитку царю и все его дворцы были обложены этой плиткой при третьем рейхе даже их в три блинке эту плитку уложили и в других там концлагерях в общем история большая в данный момент плитка продается вообще чуть ли не в каждой стране мира поэтому можно ехать можно работать по зарплате конечно зарплата не невысокая ну как средняя зарплата по польше ну учитывая то что работа простая то там можно набирать очень много часов некоторые ребята набирали до трехсот пятидесяти часов в месяц и поляки конечно платили за это им и премию и в таких случаях можно было получить и до пяти тысяч злотых поэтому так думайте всем пока